Представляю вам поединок в легчайшем весе до 61,2 кг. В синий угол октагона встречайте бойца, представляющего город Новосибирск, Максим Воронов! Субтитры делал DimaTorzok Встречайте в красный угол его соперника-бойца из города Уфа Дмитрий Никульников! Встречайте в красный угол его соперника! Встречайте в красный угол его соперника! Дамы и господа, представляю вам соперника в синем углу, боец из города Новосибирск, профессиональный рекорд, пять боев, четыре победы, одно поражение! Максим Воронов! Его соперник в красном углу, боец из города Уфа, чемпион Башкирии по грепплингу, чемпион России по всестилевому карате, чемпион международного турнира по всестилевому карате, обладатель чемпионского пояса Байсхарпо ММА Дагестан Дмитрий Никульников! Это рефери Георгий Таммоев! Так, парни, правила вы знаете, правила не нарушаем. Слушайте внимательно команды рефери. Локти в данном бою запрещены. Пожали руки. Удачи обоим, по углам! Сидя готов? Сидя готов? Сидя готов? Боец готов? Боец готов, первый раунд! Бой! Друзья, у нас полуфинальный бой в весовой категории до 61 кг. Максим Воронов в экипировке синего цвета против Дмитрия Никульникова в экипировке красного цвета. В стойке начинают спортсмены. Очень много финтов пока. Хорошие лоу-кики от Воронова мы видим в дебюте боя. Похватил ногу Никульникова сейчас. Будет переводить, наверное. Вот как линч у сетки. Да, пытается бросить сейчас соперника Максим Воронов. Стаскивает ноги. Но там рукой опирается. Никульников рукой опирался. Сейчас все еще нога Дмитрия в плену у Максима Воронова. Поднял сейчас соперника Максим Воронов, перевел картер, но моментально снова на ногах оказался Дмитрий Никульников. Поставь свою ногу. Ручки сильные забивай. Нормально, нормально, нормально. Правой ногой под берегом. По бедрам можешь работать. Вот, да. По бедрам чуть поработай. Коленями по бедрам прям. Работай, работай, колен. Встань, встань, встань. Продолжается у нас позиционная борьба возле клетки. До сих пор воюет за перевод Максим Воронов. Тот же прием пытается провернуть Максим Воронов. Никак не хочет Дмитрий Никульников оказаться на настиле. Очень много времени мы в клинче. У сетки бойцов наблюдаем. Ну вот это идеальный пример того, что такое черновая работа в ММА. Пытается, пытается заполучить более выгодную позицию в партере для себя Максим Воронов. У него пока не получается. И такая патовая ситуация образовалась. Очень много вот этой позиционной борьбы, подхватывания ног. Очень грамотно, кстати, защищается Дмитрий Никульников. С ноги пошире расставил. Не дает себя опрокинуть. И снова пытается поднимать Максим Воронов. Вот молодец. Левую, 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 левую. Ну вот рефери. Левую, 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 левую. Подпрыгнул, ударил коленом, на нее же приземлился. Потому что вторая-то у Максима Воронова в плену уже, наверное, минуты три. Вот никак не может он перевести Дмитрия Никульникова. Они сейчас друг за другом держатся. Действительно патовая ситуация, друзья. Ни у одного, ни у другого не получается получить преимущество. И рефери наконец-то разводит спортсменов в стойку. Может быть, сейчас увидим более интересный экшен в клетке. Сразу на ближнюю попадает Никульников. Пара хороших ударов у него была. И снова пытается перевести Воронов. И угадайте, куда мы вернулись, друзья. Клинч и сет. Левая, правая, колено работает. Вот сейчас, кстати, очень важное напоминание от угла Максима Воронова. Нужно действительно коленями работать в такой ситуации. Не нужно просто стоять и ждать, пока соперник даст себя перевести. Нужно отбивать бедра. И нужно обеспечивать себе легкость этого перевода. Ну, то есть удары коленями по бедрам – это такая бойцовская инвестиция в будущее. Хорошо сейчас поотбивал бедро. Никульникова начинает это надоедать. Он пытается свою ногу защищать. Подвысить, подвысить ногу, на левой ногой сетей, на левой ногой сетей, на левой ногой сетей. Стащил, наконец-то, наносил соперника Максимовну. Тут же поднимается на ноги Дмитрий Никульников. Видимо, совсем он не хочет в паркере поработать. Ни капельки. У нас, тем временем, концовка. Снова не дает себе перевести Дмитрий. Друзья, ну что ж, первый раунд закончен. Посмотрим, как сложится второй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, второй раунд. Максим Воронов против Дмитрия Никольникова. Напомню, это полуфинальный поединок в серии «Путь» в РСС и весовая категория до 61 килограмма. Снова у нас бесконтактный бой в стойке на первых секундах. Видно, что Максим Воронов нацелился на очередную попытку перевода. Вот даже рефери призывает бойцов поактивнее сражаться. Хорошая лоу, кстати, от Воронова. Неужели стойку мы увидим в этом поединке? Пока что ни одной попытки перевода не было ни с одной, ни с другой стороны. Внимательно, Макс! Внимательно! Свою работу! Молодец! Ну вот, ожидаемые попытки от Максима Воронова. Снова сопротивляется Дмитрий Никольников как может. Скроп donated. Коленом сразу в прочу. Левую, вךы. Головую выйди, поверх novo сам. Сам работает недавно. Обратится, обрабатывается головой свою выше. Его подбороны, ноги, колено при800. Вот его подбороны головой на шаг. Зашагивание под эту ногу, которая точна, здравоохранит меня по боку. Колено бить. Вена, надо остаться сильней. Головая, ноги берем, ноги. Проферия призывает к активности. Ой, какая хорошая серия от Никульникова, друзья. Снова попытка перевода от Максима Воронова. Ну да, он вот этой комбинацией прям сделал себе раунд, можно сказать, Дмитрий. К тому же сейчас хороший бросок через бедро у него получился. Сверху оказывается у нас Дмитрий Никульников. Ему нужно здесь себя показать максимально, потому что в предыдущий раунд его, можно сказать, украл Максим Воронов, просто продержал ему все-таки все пять минут. Сейчас нужно, нужно действительно проявлять активность Дмитрию. Проведут по времени Воронова. Хорошо на спине закрепился у соперника Дмитрия Никульников. Не забывает бить. Сейчас пытается провести захват. Я, правда, не уверен, в чего конкретно, но просто пытается, видимо, не дать себя стряхнуть. Дмитрий защищает выгодную позицию в партере. Теперь уже Дмитрий Никульников соперника достаточно долго контролирует. Сейчас у них снова черновая позиционная борьба. Дмитрий Никульников был грехом. Раз-два партери. Наключительный. Сверху надо вылезать. Сверху надо вылезти. Об этом-техуй. Артюпийство splitter. Под машиной-реагерой. Подailleurs в петле Достаточно плотный, судя по всему. Пытается снова провести перевод Дмитрия. У него это получается. Смотрите, как тяжело было Максиму Воронову этого добиться. И как легко делает эти переводы Дмитрия Никуниникова. Прямо огромный контраст между первым и вторым раундом в этом плане. Я думаю, это не ускользнет от пытливых взглядов судей. И однозначно повлияет на результат этого боя. Но пока что Дмитрию Никуниникову нужно этот раунд еще успешно доработать. У нас там уже остается всего лишь в нем 10 секунд. Кто их лучше проведет? Интересный вопрос. Друзья, поединок завершен. И мы ждем судейского решения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уважаемые дамы и господа, в этом бою победу единогласным решением судей одержал Дмитрий Никуниников. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо всем за возможность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова